Здравствуйте! Вас приветствует система жизнеобеспечения КПП. Спешим сообщить, что ваше текущее состояние здоровья находится под контролем, и вашей жизни больше ничто не угрожает. Спасибо, что обратились в Universal Game, и надеемся, что ваша жизнь изменится к лучшему. Звонкий и радостный, я бы даже сказал слишком радостный, голос вырвал меня из сладких объятий сна. Я открыл глаза и посмотрел по сторонам. Белым-бело, а перед глазами какая-то табличка. Зарегистрируйтесь, пожалуйста. Какого дьявола? Где я? Попытался посмотреть на свои руки, но их просто не было. Равно как и ног, и туловище. Неужели так выглядит смерть? Вряд ли. Скорее, так выглядит виртуальная реальность. Но как я сюда попал? Извините, попытался я привлечь хоть чье-то внимание. С вами говорит автономный помощник КПП. У вас есть вопросы? Да. Какого черта я здесь делаю? Вас поместили в КПП, зарегистрированную на ваше имя, согласно договору о дожитии в виртуальной реальности. Номер договора 8 миллиардов 744 миллиона? Все, все, я понял. Я сам подписывал этот договор, помню. Но у меня ведь была еще целая неделя. Для вас оставлено письмо. Возможно, это поможет вам разобраться в некоторых деталях вашего здесь появления. Если нет, обратитесь ко мне повторно. Благодарю за сотрудничество. Понимаю, что голос компьютерный, но звучит как настоящий, милый и добродушный. Табличка для регистрации пропала, а на ее месте появилась иконка с изображением конверта. Забавно. От бумажной почты отказались уже лет 50 назад, наверное. А традиция изображать письмо в виде конверта так и не пропала. Что ж, давай почитаем, что там. Дорогой папуля, утром я пришла к тебе забрать забытый кошелек, и чтобы не будить тебя, открыла дверь своим ключом. Но когда я заглянула к тебе в комнату, ты сидел на кровати, держась за сердце, весь синий, и пытался сделать хоть вдох. Я вызвала врача, а сама уложила тебя и активировала систему поддержки жизнедеятельности в твоей постели. Врачи сказали, что это был сердечный приступ. Операция прошла успешно, но вероятность повторного приступа очень велика, поэтому покидать КПП тебе не рекомендуется. Она о тебе позаботится, а мы по возможности будем тебя навещать. Дима и Саша просили передать тебе их ники в игре, чтобы ты по возможности сообщал, как у тебя дела и как себя чувствуешь. Их зовут Вальдемар, это Дима, и Квазиорпи, это Саша. Не позволяем впутать себя в неприятности, а то ты этих двоих знаешь. Все, удачи тебе, папуль. Мы тебя любим. Пост скриптум. КПП полностью в твоем распоряжении, а деньги на счет переведены до последней единички. Сама все проверила. Чмок. Сердечный приступ, значит? Так это я Кристинку видел тогда. А я-то думал, жена за мной пришла. Ну, когда-нибудь так оно и будет. А до того момента, значит, еще поживем. Итак, регистрация. Наспех создав аккаунт и мысленно предвкушая, я активировал игру. В глазах началась пестрая метель из непонятных мне символов и знаков. Они мелькали столь быстро, что пришлось невольно зажмуриться. Но лишь ярко-зеленый свет перестал резать глаза, как я открыл их, и увидел огромную серую платформу, по которой, следуя хитрой траектории, периодически пробегали зеленые лучи. На ней стоял здоровенный синекожий гуманоид с восемью щупальцами на подбородке и небольшими завитыми рогами на голове. «Дреней!» выдохнул я, зачарованно глядя на ожившую картинку, что видел на сайте игры, изучая ее описание. «Нет, парень, ты мне не подходишь!» Вспомнив, как учили выбирать расу на сайте разработчика, я провел рукой сверху вниз, открывая меню. Там развернул список доступных рас и окинул его опытным взглядом. «Большой!» Больше сотни наименований. От банальных эльфов и орков до прекрасных ареев и мистических кворгов. Я свой выбор сделал давно и, пролистав список почти в самый конец, нажал на нужную строку. Эльдар. Древнее и могущественное прекрасное создание из глубин Вселенной. Считается, что Эльдар была одной из первых рас, созданных Созидательницей, и потому были наделены бессмертием, чтобы воспоминания об их всемогущей матери никогда не угасли в памяти ее детей. Выбрав путь высоких технологий, они покинули родную планету Кассианоре, порвав родственные узы с лесными эльфами, избравшими путь магии и единения с природой, и поселились на одной из соседних планет в той же звездной системе, названной ими Трокус. После нескольких межпланетных войн с инопланетными захватчиками, лесные эльфы и Эльдар объединились в прочный союз перед лицом общего врага. Да, то, что нужно. Высокие технологии и кровные узы с магами. Что может быть лучше? Конечно, обычному человеку в этой игре обратиться к специальному тренеру и научиться колдовать ничего не стоит. Но чем-то меня эти Эльдар зацепили. Пол мужской. Имя? Хм. Вот с этим проблемы. Сколько бы я ни пробовал, все имена заняты. А называться всю оставшуюся жизнь каким-нибудь Массеруахсиархом или Кравиантус 89-43 мне не хотелось. Что ж, прибегнем к старому доброму рандому. Во времена своей молодости я часто просиживал вечера в одной из сотни популярных тогда игр в жанре ММО-РПГ. И ники тогда подбирались куда проще, ибо народу тогда играло меньше. Валафар. Что-то в этом есть. Эльдар Валафар. Мне нравится. Беру. Как такового выбора класса в этой игре не предусмотрено. Вместо этого на выбор каждому игроку в процессе его приключений будут даваться особые навыки и умения, которые впоследствии и позволят ему получить более-менее определенный класс. Ты можешь обучиться мощным магическим атакам и при этом нарядиться в сверхтехнологичный костюм. Взять в правую руку плазменный пистолет, в левую зачарованный щит, а за спину повесить снайперскую винтовку. Никто не запрещает. Вот только будет ли от тебя польза в рейде или просто на прокачке, этого никто не знает. Старайся сам для себя, если хочешь жить. За каждый уровень, как это принято, дается по пять единиц характеристик. За каждый пятый уровень одно очко навыка, которое ты волен распределять, как твоей душе угодно, между девятью доступными характеристиками и тремя навыками. Умения игрок также приобретает по мере своего странствия по галактике, и качаются они самостоятельно при достаточных тренировках. Что мне очень нравится, здесь нет никаких запутанных и мудреных древталантов или прочих таблиц. Вместо этого существуют импланты, которые игрок может вживлять в свое тело в определенных количествах, а также целая куча богов, присягнув на верность которым и поклоняясь им, игрок сумеет обрести дополнительное могущество. На самом деле, все зависит от твоего умения владеть своим оружием и изученными навыками, а также от характеристик твоего обмундирования. Вот только не защитит тебя магический купол от свинцовой пули или стрелы, а буквально пропитанный нанороботами костюм не спасет от очередного магического выпада рейдового босса. Нужно взвешивать все «за» и «против», быть готовым к любой ситуации. Но распыляться на все четыре стороны крайне не рекомендуется. Выбери то, что тебе больше всего по духу и вперед. Мне по духу больше всего подходят Эльдар, их планета Трокус и парное соседство одноручного меча с лазерным пистолетом. Так я подумал в тот день, когда принял решение о продаже квартиры и переезде в виртуал. Закинуть побольше денег на счет, купить замок, создать клан или отряд и штурмовать все, что еще не штурмовалось. Так я думал. Но сейчас мне почему-то этого всего не хотелось. «А будь что будет!» лихо крикнул я и нажал на небольшую кнопку внизу поля зрения, на которой было написано «Авторегистрация». А что? Так даже интересней будет. Если верить тому, что я вычитал на сайте игры, ИИ возьмет из твоего мозга все, что тебе нравится, и создаст максимально подходящего персонажа, даст ему имя и даже поместит в список заданий несколько квестов, которые помогут разобраться в игре на первых парах. И если повезет, отвалит в финале чего-нибудь интересного. «Внимание! Вы обратились за помощью к авторегистратору. В связи с правилами договора ИИ самостоятельно выберет для вас максимально подходящий аватар и настройки игры, в том числе уровень болевых ощущений. Вы действительно хотите воспользоваться услугами авторегистратора? Да? Нет?» Тут же выскочила табличка с системным сообщением. Прочитав и пораскинув мозгами, решился. «А чего мне, собственно, терять?» «Соглашаюсь». Тут же в глазах все почернело, а в ушах снова раздался жизнерадостный женский голос. «Благодарим за регистрацию. Надеемся, что игра доставит вам максимальное удовольствие. А чтобы это произошло наверняка, не забывайте, что границ для вас больше не существует». Темнота понемногу стала разбавляться красными бликами, как бывает, когда яркое утреннее солнце светит через оконное стекло, и его лучи пробиваются через закрытые веки, нарушая покой и выдергивая из цепких лап крепкого здорового сна. Тяжело. Словно нехотя я открыл слипшиеся глаза и вновь зажмурился от настырного света мигающей красной лампочки, крутящейся в паре десятков сантиметров от меня у самой стены. Свет умудрился пробиться даже через густую рассыпь белоснежных волос, которые, судя по всему, принадлежали мне. Надеюсь, ИИ для меня создал мужской аватар, а то отбиваться от похотливой молодежи всю оставшуюся жизнь мне что-то не хочется. Да и привык я как-то за 70 лет быть и чувствовать себя мужиком. Тело моего нового аватара ощущало себя наихудшим образом, будто я целую вечность пролежал под бетонным прессом, и теперь вся кровь скопилась в месте наименьшего воздействия, в голове, которая от такого прилива начала беспощадно болеть. Ног и рук я не ощущал в принципе, и сильно надеюсь, что мне не досталось раса какой-нибудь высокоинтеллектуальной беспозвоночной жижи. Щека упиралась во что-то твердое и острое. Кажется, какая-то металлическая решетка. Очнулся. Незнакомый женский голос прозвучал откуда-то сверху столь внезапно, что я непроизвольно дернулся всем телом. «Где я?» Самопроизвольно вырвалась изо рта до ужаса банальная фраза. Правда, в данной ситуации она показалась мне весьма уместной. «Они слабо тебя приложили», усмехнулся женский голос. «Неужели и вправду не помнишь?» «Представь себе, не помню», огрызнулся я и попытался наконец встать. Но попытка успехом не увенчалась. Руки и ноги оказались надежно связаны между собой, за моей же спиной. Попытавшись повернуть голову, поранил щеку об острые ребра решетки. Но рассмотреть место, где я нахожусь, или увидеть ту особу, чей голос только что звучал в моих ушах, так и не получилось. Перед глазами мелькнула красная циферка полученного урона, проводив взглядом которую, наткнулся на панель с изображенными на нем полосами здоровья, энергии и еще каких-то ФЗ и ЭЗ. Под этой панелью висело две иконки, сосредоточившись на которых, сумел прочесть. Вы связаны. Время действия неизвестно. Кровотечение. Урон одна единица в пять секунд. Время действия тридцать секунд. Нижняя панель быстрой активации способностей оказалась девственно чиста. И заполнить ее пока что было совершенно нечем. Если верить сайту игры, то разного рода скиллы я смогу получить и изучить у каких бы то ни было учителей, тренеров, мастеров и наставников. Только где вот их взять? Также была вероятность обучиться этому самостоятельно или создать их собственными руками и головой. Вот только как это сделать на сайте указано не было. Мол, экспериментируйте, товарищи. Тихо! Вдруг шикнул женский голос, после чего послышался звук открывающейся гермодвери. А затем мягкий пшик ее закрытия. К нам приблизились две пары ног, ступающих так мягко, что мне почудилось, будто невиданные гости, которых я даже не мог увидеть, были наряжены в мягкие домашние тапочки. Так, так, что тут у нас? Насмешливый мужской голос сильно булькал при произнесении почти каждой буквы, отчего в голове моей тут же нарисовался образ некоего краснощеково губастого толстяка. «Жалкая парочка сиян! И это все, что удалось найти?» «Господин хульха!» Второй шлепающий голос изобиловал заискивающими нотками и, видимо, всячески старался дать понять своему начальнику, что он его уважает и вообще готов растаять от самого своего присутствия подле него. Зачистка планеты, проведенная три седанских дня назад, уничтожила девяносто девять и девять десяток всего ее населения. Сканирование поверхности планеты еще не закончено, но велика вероятность, что эти жалкие сияния последние из выживших. «Я же уже говорил, что зачистку нужно слегка сгладить!» недовольно булькнул тот самый господин хульха. «На ком нам теперь ставить генетические опыты? Может быть, на тебе?» «Нет, господин, молю вас!» вскинулся несчастный слуга своего господина и, судя по звуку, упал на колени. «Дома у меня сотни невылупившихся головастиков!» «Убирайся!» «И чтобы не попадался мне на глаза ближайший тик!» После этих слов послышались шаги быстро удаляющегося существа, а затем звук открытия и закрытия гермодверей. Спустя пару секунд противный голос хульха снова зазвучал в моих ушах. «Наслаждайтесь последними тиками своей жалкой жизни!» «Я очень великодушен и даже велел бы вас развязать, чтобы вы могли тут позабавиться друг с другом!» «Но боюсь таким дикарям, как вы двое, мнимая свобода принесет одно только горе!» «Увидимся в лаборатории!» Последняя фраза неизвестного мне существа была сказана столь радостным тоном, что по моему телу без всякой причины пробежался табун мурашек. Чувствовалась в нем какая-то извращенность и аморальность. «Нам нужно выбираться отсюда!» Вновь зашипел женский голос, стоило невиданному господину покинуть это помещение. «Интересно как?» раздраженно осведомился я. «Я вообще-то связан!» «Сейчас помогу!» Послышалось какое-то шуршание и аккуратное копошение. А через десяток секунд к моим затекшим до предела конечностям что-то прикоснулось. Что это было, разобрать не удавалось. Да и вообще чудо, что я почувствовал еще хоть что-то. Еще через десяток секунд мои ноги и руки получили долгожданную свободу и плетьми упали на жесткий металлический пол с решетками, на которых я до сих пор лежал. Попытка подняться результата не дала. Я словно осьминог на суше возил конечностями по поверхности на которой находился. Но толку от этого было ноль. Но вот спину что-то кольнуло и тело приобрело уверенность движений. Упершись в пол я поднялся на ноги и впервые за все это время взглянул на таинственную собеседницу и судя по всему свою спасительницу. Трасти сиянка головорез уровень 10 здоровье 1010 100% энергия 505 100% FZ 1% S 0% Меня зовут Трасти а тебя тут же отозвалась серокожая красавица с янтарного цвета глазами. Абсолютно белые растрепанные волосы свисали ниже тонких плеч а из-под них на голове виднелись небольшие загнутые к затылку рожки. В остальном странное создание было похоже на человека. Даже одежда. Серые короткие шорты простая черная куртка с заклепками вместо молнии и белая майка под ней. То, что сходство с человеком у этой расы оказалось на высоте было хорошим знаком. Ведь судя по звучавшему здесь разговору я выгляжу примерно так же только пола противоположного. Как настоящее потрясающее думал я как зачарованный пялясь на это существо. Да и обстановка вокруг была более чем реалистичная. Никаких бликов тормозов или нестыковок. Будто я просто попал в иную реальность и переродился в некое подобие своей собеседницы. Даже вздымающаяся от дыхательного процесса грудь даровала точно такие же ощущения как в реальности в момент подачи в легкие чистого воздуха коего в нашем мире осталось не так уж и много. Да и создан он был в основном искусственно. Для того чтобы ответить девушке мне пришлось в срочном порядке вспоминать все что видел на сайте игры и открывать свои характеристики в которых должно было значиться и мое имя которое ИИ присудил аватару самостоятельно. Мозг отдал мысленную команду интерфейсу и перед моими глазами всплыло окно подробных характеристик персонажа. Имя Вайлентор Раса Сиянин Класс Невыбран Уровень 1 Характеристики Сила 5 Ловкость 5 Выносливость 5 Телосложение 5 Интеллект 5 Дух 5 Знание 5 Мудрость 5 Удача 5 Навыки Нет Свободные очки 0 Умения Нет Импланты Нет Религия Старший бог не выбрано Бонус Нет Младший бог не выбрано Бонус Нет Профессии не выбрано Вайлентор Быстро ответил я мысленно отмечая что нужно будет распределить имеющиеся очки характеристик а также тот факт что подготовился я ужасно Какая еще мудрость знания и удача Что за FZ и S Срочно нужно залезть в словарь и на форумы иначе натворю дел Придется персонажа пересоздавать Приятно познакомиться Улыбнувшись краешком губы ответила Эм Девушка Все это конечно очень мило но нам нужно срочно убираться с этого корабля пока нас не пустили на биораствор или не превратили в полумеханических химер Ты чем до зачистки занимался? Я не помню Повесив голову ответил я стараясь придать своему лицу максимальную степень трагизма и отчаяния Насколько мне известно в этой игре НПС считают себя аватары игроков и весь окружающий их мир настоящими а следовательно и вести себя нужно соответствующе иначе повесят клеймо сумасшедшего и попробуй потом хоть один квест получить Плохо Сухо констатировала сиянка Но затем бодро продолжила Значит справлюсь сама Вай Можно я буду так тебя называть? А то пока твое имя произнесешь язык сломать можно Да называй как хочешь только давай уже отсюда выбираться Нетерпеливо сказал я Времени в игре провел уже черт-те сколько а движений еще никаких Непорядок Я постараюсь помочь тебе по возможности Мне нравится твой настрой, Вай Одобрительно кивнула девушка и затороторила Смотри Этот корабль стоит сейчас на орбите Туталлы нашей родной планеты Ее-то хоть помнишь? Ну вот и хорошо Сейчас мы выйдем через эти двери а там придется действовать по обстоятельствам Меня сюда без сознания притащили Дороги не запомнила Наша основная цель найти транспортный этаж где стоят космические челноки Обычно они находятся в самой западной и восточной части корабля на самых нижних их палубах Если нам это удастся то мы сможем добраться до Туталлы и попытаться связаться с моим отрядом Согласен? Внимание! Доступно задание Домой Описание Найдите и угоните один из грузовых челноков XC-560 который находится в нижней части корабля и с его помощью доберитесь до своей родной планеты Туталлы Награда за успех Репутация с фракцией Головорезы плюс 100 Опыт плюс 100 Штраф за провал Расщепление Аватара на атомы Принять Отказаться Ох Что значит на атомы? Сотрут мой Аватар и придется начать заново? Да не очень-то и страшно если подумать Я ведь еще только начал играть Вот случись такая неприятность хотя бы уровня на 20 вот тогда бы я наверное даже вспотел А так? Я согласен Уверенно сказал я Давай отсюда смываться По довольной улыбке головорезки чтобы этот термин не обозначал в рамках этой игры я понял что ответ ей понравился И сиянка тут же развернула бурную деятельность Бесшумной стрелой метнувшись к двери она провела вдоль своей правой руки указательным пальцем левой в результате чего он стал едва заметно светиться бледно-белым цветом После этой процедуры вытянутый пальчик моей храброй спасительницы уверенно пробежался вдоль дверной щели у стены в которой очевидно находились механизмы приводящие в движение ее створки Пока Трасти занималась нашим освобождением я крутил головой изучая окружающее нас пространство Железный бокс комнаты был довольно просторным но пустым На камеру не похоже скорее какой-то пустующий склад Цельные металлические стены отливали хромом По всему периметру у стен на полу примерно через каждый метр крутились красные лампочки неизвестного мне назначения На потолке чистейшим белым светом горело четыре квадрата очевидно играющая роль осветительных ламп Окон нигде видно не было Зато сквозь решетчатый пол можно было разглядеть что происходило этажом ниже Точнее не происходило Ведь никаких движений и даже звуков слышно снизу не было Да но наверное и к лучшему Ведь если бы там кто-то был и услышал что здесь происходит наверняка прибежала бы охрана и нас вновь связали или сразу разобрали на атомы Трасти еще возилась с дверью а я с изучения пространства вокруг перешел на осмотр себя любимого Открыв окно обмундирования сначала засмотрелся на вращающегося в центре окна сиянина серая кожа длинные белоснежные волосы круглые плечи и крепкие длинные руки Рога моего аватара разительно отличались от элегантных рожек Трасти своей массивностью изогнутостью в двух местах и длиной Пара костяных направленных по диагонали назад рогов на конце торчали вздернутыми кверху острейшими шипами Физиономия моего аватара чем-то походила на мою собственную молодую копию только ямка на массивном мужественном подбородке была чужой да и блески янтарных глаз с вертикальным зрачком заставляли поежиться одет этот красавец был в черные свободные штаны и серую майку обтягивающую рельефный от мышц пресс грудь и спину сиянина да я о таком и в лучшие свои годы мечтать не мог нет в спортзал я ходил исправно целых 4 года к ряду но рост под 2 метра в совокупности с отказом от различного рода биодобавок обрек меня на участь вечно худого но жилистого молодого человека через полминуты дверь покорно раскрылась и перед нами предстал абсолютно пустой коридор его стены и пол были точно такими же как и в нашей камере что лично меня немного напрягало не очень хотелось пересоздавать персонажа если нас все же засекут через сетку на полу хотя о чем я думаю это же сценарий квеста для первого уровня они же все как семечки должны щелкаться уверен мне даже делать ничего не придется моя храбрая спасительница сделает все за меня а мои самостоятельные приключения начнутся с того момента как я окажусь на родной планете своей расы резкие повороты и лестничные пролеты все чаще сменяли друг друга мы преодолели уже три этажа минуя комнаты напичканные какой-то электроникой залы с пультами управления и коридоры с дверьми жилых помещений при этом не встретив никаких охранников уж не знаю халтура ли это со стороны разработчиков или просто моя спутница выбирала самую удачную для нас дорогу пол и потолок перестали быть решетчатыми отчего я облегченно выдохнул и легко ступал по холодному серебристому металлу босыми серыми ногами я безукоризненно следовал за ее серой фигурой довольно привлекательной фигурой нужно заметить если уж даже мой закоснелый стариковский мозг начал реагировать на мельтешение округлых форм в паре метров от моего аватара выглянув из-за нового поворота увидели впереди небольшой зал четыре толстенные низкорослые красные фигуры наряженные в некое подобие растянутых офицерских кителей и без штанов вяло перебирали по клавишам каких-то громоздких приборов объемными сардельками ножных щупалец коих у таинственных существ было по 12 штук рядовой исследователь пул ученый уровень 5 здоровье 505 100% энергия 252 100% FZ 0% S 0% Стой здесь одними губами прошелестело трасти и силуэт ее слегка дернулся при этом словно потускнев стройный женский силуэт несмотря на тяжелые с виду ботинки на ее ногах ступал легко и беззвучно будто и не металлический пол был у нее под ногами а мягкая и душистая трава эльфийских лесов отогнав на вождение я вернул себе способность адекватно мыслить и подивился тому что ни один из четырех ученых так и не обернулся до того момента как трасти начала активно действовать толстая почти неразличимая под висящими красными складками шея первого из пулов легко разделилась надвое позволив голове отсоединиться от туловища а фонтан густой фиолетовой жидкости от чего-то напомнивший мне черничное варенье быстро дал понять что пациент мертв на шум быстро среагировала и остальная троица из длинных и толстых щупалец мерзких пришельцев вылезли когти по одному из каждого зато размер их заставил бы умереть от зависти любого земного хищника реала ловко уходя от размашистых ударов щупалец с когтями трасти извивалась и словно в насмешку элегантно танцевала меж противниками не получая никакого урона при этом заставляя их ранить друг друга все сильнее в конечном итоге силой рванув на себя по одному из щупалец у пары ученых она вырвала их с мясом и добила несчастных уже собственными силами используя в качестве оружия оторванные конечности врагов а я и не знал что здесь так можно и когда слышал девиз этой игры мол границ нет не думал что он правдив настолько держи сиянка протянула мне одно из только что оторванных щупалец а второе оставила себе я без слов взял врученное мне оружие надо так надо сосредоточившись на объекте посмотрел его характеристики щупальце пула тип необычная прочность 2 из 100 урон 5-10 скорость атаки 1 секунда описание как же это мерзко описание что надо ведь я и сам с трудом сдерживался чтобы не выкрикнуть что-то подобное упругая жерноватая плоть умершего инопланетного существа еще не перестала судорожно вздрагивать в моей руке а мы уже бежали дальше по коридору минуя очередной лестничный пролет уходящий вниз на куда большую глубину космического корабля и неудивительно что именно он вывел нас в нужное помещение транспортный этаж встретил нас простором плотно заставленного какими-то ящиками и летательными средствами куполообразного помещения а также тревожными криками и выстрелами зависнув под потолком на обычной вертикальной металлической лестнице которой закончился обыкновенный с виду лестничный пролет яда и висящая ровно подо мной трасти стали мишенью номер один для разбретшихся по этому этажу пулов лазерные лучи пролетавшие возле моего тела с завидной регулярностью побудили к активным действиям разжав руки и слегка оттолкнувшись ногами я полетел вниз легко миновав свою спутницу но встретившись босыми ногами с по-прежнему металлическим полом взревел от боли и тут же упал стараясь отогнать противную красную цифру полученного урона под строкой моего состояния появился значок отрицательного эффекта травма ног трудности с передвижением время действия один час замечательно просто то что нужно подумал было я но тут меня кто-то схватил за шиворот и ловко оттащил за один из многочисленных металлических ящиков спасая от шквала смертоносных лазерных лучей какого пхуса ты вытворяешь зло зашипела оказавшаяся вновь моей спасительницей серокожая сиянка я не для того тебя из этой клоаки вытаскивала и убивала ученых чтобы ты так бестолково погиб ты что и все законы физики забыл прости виновата сказал я думал мягче будет от тебя и раньше в бою никакой помощи не было а теперь ты и вовсе мешать будешь ладно план такой найди открытый челнок и заведи его а я пока отвлеку этих уродцев с этими словами она перехватила свое щупальце и сорвалась с места направляясь к ближайшему из атакующих выглянув из ящика я крикнул ей вдогонку но я же не умею ими управлять придумай что-нибудь донеслось в ответ и стало ясно что выбора у меня как такового и нет совершив очередную попытку подняться на ноги получил повторный отказ системы и был вынужден передвигаться ползком как настоящая серая рогатая змея щупальце по-прежнему зажатое в руке сильно мешало передвижению взять оружие в зубы мне не позволил рвотный рефлекс заставивший подумать неужели и это тут возможно никакого инвентаря у меня еще и в помине не было для этого необходимо обзавестись хоть какой-то сумкой с пространственным карманом внутри а до тех пор придется тащить эту мерзость в руках что я и делал тихо ругаясь на все вокруг от неприятных ощущений в душе и теле хорошо что дверь у грузовых кораблей начинается от самого пола иначе для того чтобы попасть внутрь нужного мне средства передвижения пришлось бы блистать некими акробатическими умениями которых у меня понятное дело не было и в помине первый встреченный мною челнок принес разочарование двери и люки были надежно закрыты так что пришлось ползти дальше продолжая злобно шипеть от боли в ногах как взаправдашняя змея интересно сколько этот подлец и и поставил мне процентов болевого порога думал я подбираясь к двери второго замеченного мною грузового челнока и как интересно сделать их меньше не для того я в эту игру решился переселиться на всю оставшуюся жизнь чтобы корчиться от болевых ощущений вторая дверь и вторая неудача за пределами моей видимости шел нешуточный бой крики и выстрелы были слышны по всей палубе но это были пустяки а вот их резкое обрывание сдавленные хрипы и бульканье заставляли насторожиться это кого же мне впровожатые дали какую-то наемную убийцу а что судя по классу головорез ее манере сражаться всем что попадется под руку умением взламывать двери и становиться незаметной для своих врагов она вполне могла бы сойти за какого-нибудь рогу или ассасина из старых добрых компьютерных игрушек третий челнок и наконец дверь поддалась а точнее просто открылась стоило мне к ней подползти на нужное расстояние мое тело тут же устремилось внутрь минуя небольшой грузовой отсек я вполз в кабину пилота и на долю секунды окаменел мне в лицо уперся металлический хромовый ствол надетый на одной из щупалец такого же пула каких мы здесь видели уже приличное количество руки вверх пробулькало это краснокожее недоразумение но в ту же секунду оцепенение с меня слетело и схватившись за ствол обеими руками я что было сил рванул его на себя мягкая плоть пришельца охотно поддалась и порвалась у самого основания его тела хлынула фиолетовая кровь а вместе с ней здоровье моба поползло влево в красную зону не теряя времени я привлек к работе трофейные щупальцы с когтем и начал молотить ими обоями потушки истекающего кровью пула удар 17 удар 8 удар 15 удар 9 зеленые циферки нанесенного урона приятно грели душу своей частотой появления однако здоровья у врага оказалось довольно много грузчик механик пул специалист уровень 4 здоровье 337 100% энергия 118 100% FZ 0% S 0% уровень его был четвертым что ровно в 4 раза превышало мой собственный а это значило что любой прилетевший по моей раненой тушке удар мог поставить крест на всем игровом процессе держа в голове эту мысль я уклонялся и перекатывался из стороны в сторону уходя от ударов когтистых щупалец пула при этом раз за разом повторяя единственный известный мне удар лупил я его откровенно долго но когда закончил и несчастный пришелец обмяку моей перекошенной от натуги физиономии всплывшее сообщение уверило что мои старания были не напрасны опыт плюс 45 внимание доступен навык двурукий описание снимает штраф с урона от оружия в левой руке плюс 1% урона парным оружием за каждый уровень навыка принять отказаться блин как же не вовремя думал я судорожно размышляя над представленной возможностью с одной стороны я ведь изначально хотел играть за что-то двурукое плазменный пистолет и зачарованный меч в дуэте уверен я и без этого навыка смогу орудовать этими предметами с двумя щупальцами ведь как-то справился однако этот навык судя по описанию позволит делать это куда более эффективно да еще и бонусы нехилые дает очко навыка дается каждый пятый уровень и если я буду вкладывать все свободные очки в этот навык то уже к сотому уровню получу дополнительные 25% к урону а это я думаю немало с другой стороны неизвестно какие еще возможности мне могут выпасть а если верить форумам сайта игры сменить навык не получится а в распоряжении каждого игрока их дается всего три штуки и именно они определят мой будущий класс если бы я знал что откажись я сейчас и повтори свой подвиг с маханием двумя щупальцами через пару часов мне вновь предложат этот навык я бы пожалуй отказался но если я откажусь окончательно да до какого черта принять поздравляем вы выбрали навык двурукий описание снимает штраф с урона от оружия в левой руке кое-как забравшись в кресло пилота с ужасом уставился на приборную панель состоящую из наверное миллиона различных мигающих кнопок и пары сотен кривых рычажков и это в крохотном то грузовом кораблике сначала я пытался завести его на манер автомобиля но не найдя ничего похожего на руль педали и коробку передач начал сумбурно тыкать во все подряд стараясь попасть наугад и вот уже к моей многострадальной голове начало подкатывать отчаяние как перед глазами всплыла очередная табличка с системным сообщением внимание доступно умение пилот описание позволяет управлять летательными средствами передвижения принять отказаться да это нечестно они же мне выбора не оставляют хотя умение это вроде интересное да и пригодится в игре где есть возможность путешествовать в космосе принимаем поздравляем вы приобрели умение пилот уровень 1 из 10 описание позволяет управлять летательными средствами передвижения низшего уровня до следующего уровня 100 минут полета 1 из 10 100 минут полета черт скорее нужно тут заканчивать и лезть в энциклопедию а иначе просто сойду с ума после принятия умения перед глазами появилась короткая инструкция того что нужно делать и как только я ее прочел все действительно стало ясно и понятно где что нажать какой рычажок потянуть вместо штурвала эти кнопки а лучше включить автопилот но только когда покинем этот чертов корабль нажав пару нужных кнопок запустил двигатель из-за чего челнок издал пронзительный звук и слегка оторвался от пола дожидаясь дальнейшей команды а в левой части моего зрения появилось окно состояния челнока оно показывало прочность корабля свободное место в грузовом отсеке и пассажирских креслах коих тут было целых два и располагались они с обеих сторон от кресла пилота поднявшись чуть выше и крутанувшись на месте обнаружил прячущуюся от выстрелов пула в трасте и лихо направился к ней огонь переместился с сиянки на мой челнок от чего строка прочности средства передвижения поползла влево хорошо хоть не очень быстро на приличном ходу снес четверых атакующих и кажется даже убил так как после моего маневра подняться они не захотели или скорее не смогли опыта за такой способ убийства не дали ни грамма а жаль я бы тут ни одного живого не оставил после героического маневра моего челнока добровольцев атаковать средства передвижения поубавилось большинство пулов попрятались кто за ящики кто за другие челноки а я пользуясь временным мнимым перемирием приземлился как раз у места дислокации моей знакомой сиянки и открыв грузовую дверь впустил девушку внутрь фух выдохнула она садясь прямо на пол грузового отсека замаялась к пхусам этих проклятых пулов с их ножными лазерами я усмехнулся на ее слова и прибавил ходу направляя челнок к одной из капсул выхода в открытый космос достигнув цели легко вошел в узкое помещение мгновенно изолировавшее нас от всех опасностей откинувшись на своем кресле я хотел было позвать трасти на пассажирское сидение но в ту же секунду в кабине прозвучал женский слегка компьютерный голос Внимание проверка средства передвижения завершена процент вероятности возникновения аварии минимальный Внимание вы собираетесь выйти в открытый космос пожалуйста подтвердите свою готовность готов не готов мысленно подтвердив готовность размял пальцы и уставился на медленно открывающуюся дверь в пустоту хотя пустотой то пространство можно было назвать только если не замечать всего что находилось за пределами границы открытой двери двигатель вновь заработал отрывая челнок от твердой поверхности враждебного корабля и стоило двери открыться на полную как я сорвал с места свое новое чудесное средство передвижения мнимая пустота встретила нас мягко и приветливо никакой тряски и сигналов тревоги или поломки все было хорошо и я наконец облегченно выдохнул только сейчас заметив что все это время держал полную грудь набранного воздуха слева виднелся хромовый округлый и обтекаемый корпус гигантского космического корабля представить истинные размеры которого мне было просто не по силам челнок размазывая виднеющиеся вдали крупинки бриллиантов звезд лихо развернулся к выбранной мною цели огромному шару новой для меня планеты и на полном ходу устремился вперед иди сюда чего ты там расселась не оборачиваясь довольным голосом сказал я похлопав левой рукой по соседнему с собой креслу в ответ я услышал глухую тишину нарушаемую лишь едва заметным треском работающих приборов молчание затягивалось и решив обернуться тут же сорвался с места но рухнул на пол совершенно забыв о досадной травме ног трасти лежала на полу грузового отсека а под ней медленно но верно растекалась лужа янтарного цвета крови внимание противный компьютерный голос зазвучал в кабине челнока в связи с отсутствием пилота управление челноком переходит в режим автопилота курс планета тутала так вот какие мы внутри как-то рассеянно подумал я переворачивая девушку к себе лицом на черной куртке в той области где у людей находится аппендикс виднелся разрыв из которого толчками выплескивалась оранжевая вязкая жидкость твери сиянка головорез уровень 13 здоровье 350 26% энергия 650 100% FZ 0% S 0% черт да она же сейчас умрет тут нет нет уж в голос сердито сказал я после всего что ты для меня сделала я не дам тебе так просто умереть аккуратно сняв с сиянки пробитую куртку переложил ее неподвижное тело на лежавший рядом брезент после чего положил предмет одежды ей же под голову а следом снял с себя единственную имеющуюся на моем теле серую майку порвав ее вдоль хотел было перетянуть рану девушки но быстро понял что одной этой тряпки для перевязки будет недостаточно и нужно чем-то зажать саму рану недолго думая поднял с пола щупальце с когтем и вспоров белую с янтарными пятнами крови майку девушки вытащил окровавленную тряпку из-под ее практически безжизненного тела и сложив несколько раз приложил к ране плотно обвязав вокруг тела своей майкой попутно смущенно замечая что оставил женское тело неприкрытым старый ты козел не успел жену похоронить а уже на молоденьких заглядываешься ну куда уставился ругал я сам себя но взгляд словно прилип к округлым формам и лишь приложив огромнейшее усилие сумел таки отвести его в сторону после всех этих махинаций строка здоровья девушки перестала так рьяно стремиться к своему ужасному финишу а перед глазами у меня всплыла табличка внимание доступно умение первая помощь описание позволяет находить использовать и создавать более продуктивные методы оказания первой помощи принять отказаться скоты ведь знают что у меня и выбора ты сейчас нет никакого нет выбор конечно есть дать этой храброй сиянке испустить дух и спокойно долететь до той планеты которая по сценарию является нашим родным домом только позволить этому случиться я просто не могу поздравляем вы приобрели умение первая помощь уровень один из десяти описание позволяет находить использовать и создавать более продуктивные методы оказания первой помощи до следующего уровня 10 излеченных ран замечательно только здоровье трасти по-прежнему продолжало убывать не так быстро конечно как до моего вмешательства но все же на месте не стояло нужно что-то поэффективнее только что тут найдешь мы же в проклятом открытом космосе словно услышав мои мысли в следующую секунду в правом углу моего зрения оказалась крохотная стрелочка с едва заметным красным крестом над ней следуя подсказке я повернул голову и увидел как едва заметной зеленой сеткой светится некий ящик находящийся аккурат позади одного из пассажирских кресел ползком добравшись до нужного места и забравшись на стул открыл ящик и благоговейно выдохнул взирая на небольшой ящик с медикаментами рухнув обратно на пол быстро оказался у раненной девушки и вывалив содержимое аптечки на пол стал быстро сканировать все что там находилось транквилизатор тип обычное свойство устраняет один отрицательный эффект от ушиба или падения это скорее мне пригодится подумал я и всадил металлический шприц с короткой иглой в левую ногу значок с дебафом мигнул и тут же исчез а преследующая каждое мое движение боль в ногах ушла вслед за ним хорошо но это не то что я искал смотри дальше пыльца титара тип особая свойство убирает один эффект проклятия снова не то дальше порошок скорби тип редкая свойство убирает один любой отрицательный эффект описание кажется сами боги жизни благословляли это вещество отлично вот только как его использовать подумал было я но в то же мгновение рано под моей самодельной перевязкой засветилась все той же зеленоватой сеткой значит наружно сняв повязку всыпал порошок в едва угомонившуюся рану и во все глаза уставился как она начала ужиматься останавливая возобновившую ритм своего побега кровь и восполняя строку здоровья сиянки в очередной раз облегченно выдохнув уселся на задницу возле девушки обернулся к лобовому окну и принялся лицезреть вид приближающейся буро-зелено-синей планеты туталла значит думал я пытаясь убрать дурацкую улыбку со своего лица я всю жизнь жаждал приключений и путешествий и вот наконец до них дорвался пусть под старость лет пусть в виртуальном мире но все же дорвался прости меня Мариночка но кажется я могу снова стать счастливым и к сожалению без тебя какого пхуса гневный женский крик вырвал меня из пелены раздумий и стоило мне обернуться на него как мое лицо встретилось с несущимся ему навстречу кулаком звезды посыпались из глаз к счастью красная цифра урона не всплыла перед моим помутненным взором и даже сообщение о травме не появилось не знаю почему но возможно потому что кулак этот принадлежал трасти а мы с ней как бы считались союзниками за что взвыв и схватившись за ушибленный глаз спросил я извращенец гневно рявкнула сиянка прикрывая левой рукой аккуратную подтянутую молодую грудь двоечку а правой угрожающей тряся кулаком у моего носа решил воспользоваться беспомощностью раненой девушки и немного поразвлечься дура в праведном гневе воскликнул я я ведь спасал тебя ты кровью тут истекало знаю я таких спасателей фыркнув сказала она но потом взгляд ее наткнулся на размазанную лужу ее собственной крови и окровавленную повязку сделанную из наших с ней маек перевела его на куртку играющую роль подушки после чего потупила и пробубнила извини и спасибо репутация с фракцией головорезы плюс 50 да ладно заметив всплывшую системную строчку махнув рукой начал я но тут в кабине снова зазвучал женский компьютерный голос внимание челнок входит в атмосферу планеты Туталла пожалуйста займите свои места и пристегните ремни безопасности не покидайте своих мест дождитесь окончательной посадки почти на месте вдруг улыбнулась девушка и отвернувшись накинула на себя куртку прикрывая срамоту мы заняли свои места и приготовились к посадке челнок начало трясти и нас вместе с ним датчики показывали незначительные перегрузки которые тут же прекратились стоило нам преодолеть защитный слой планеты челнок постепенно сбавлял высоту позволяя нам лицезреть руины нашей родной планеты не города а целой планеты проклятые пулы скрипя зубами от праведного гнева и безвольной ярости процедил отрасти ненавижу это тот самый хульха уточнил я его рук дело он всего лишь один из многих грустно ответила девушка примерно один раз в седанский год пулы проводят зачистку одной из не очень развитых планет мгновенно превращая всех ее живых существ в питательный раствор для себя и для продажи в этом году выбор пал на тут талло и что никак нельзя этому помешать искренне негодуя поинтересовался я в нашей галактике сейчас и не такое можно встретить грустно усмехнулась сиянка проблем хватает у всех и ресурсы каждый добывает в меру своих способностей как это заведено выживает сильнейший разве что кто-то заручится поддержкой не менее сильной державы способной противостоять захватчикам и узурпаторам но такое встречается крайне редко а отомстить холодно спросил я отомстить ты бы хотела отомстить вновь грустно усмехнулась серокожая красавица кому тот корабль на котором мы с тобой только что были оказался всего лишь грузовым транспортником на его борту были только механики грузчики несколько ученых и самая слабая стража которую мы на своем пути даже не встретили этот корабль наверное самый слабый и немощный из всех кораблей что принадлежат пульской планетарной системе и все же да я бы хотела этого уничтожить их всех до одного только как это сделать может быть ты знаешь если да то я с радостью составлю тебе компанию внимание получено скрытое задание кровная месть описание уничтожьте планетарную систему пулов награда за успех неизвестно штраф за провал неизвестно вот так вот просто без права на выбор да еще и на первом уровне а что я могу сейчас щупальцы только поудобнее перехвачу и вперед громить космические корабли и крейсеры врага бред какой-то хотя временных рамок на этом задании не значится значит я могу за него взяться и на трехсотом уровне и на пятисотом ладно уж пусть будет с этими мыслями я и не заметил как наш челнок приземлился на твердую землю так и не дождавшаяся ответа трасти слегка подмигнула мне и расстегнув ремень направилась в грузовой отсек намереваясь выйти наружу преграждать ей путь я был подбрав нужную кнопку отстегнулся сам и последовал за ней по пути подобрав когтистые щупальца пусть она сказала что все живые существа обращены в какой-то био-йогурт для пришельцев но все же пусть лучше будет и не понадобится чем понадобится и его не окажется в моих руках как только дверь открылась и наши с ней ноги переступили порог челнока перед моими глазами всплыло сообщение внимание задание домой завершено награда за успех репутация с фракцией головорезы плюс сто опыт плюс сто я окинул взглядом разрушенный практически до основания город чертовски похожий на любой из тех что живут и процветают у нас в реальности от этого осознания стало как-то не по себе зато Трасти сделала глубокий вдох родного туталианского воздуха и сказала наконец-то мы дома дома Продолжение следует...